В начале 2000-х Джессика и ее партнерща, с которой она состояла в серьезных отношениях и чье имя не раскрывает, задумались о том, чтобы завести общего ребенка. Подруга Джессики предложила воспользоваться биоматериалом ее родственника. Однако, проконсультировавшись с юристом, Шейра решила не рисковать. По американскому законодательству, биологический отец, пусть даже не принимавший участие в воспитании ребенка, тогда имел на него гораздо больше прав в суде, в отличие от матери-лесбиянки. Для информации, однополые браки в США были легализованы только в 2015 году. Но разбирательства в суде в планы пары не входили. Дело в том, что Джессика и ее спутница мечтали о большой семье. Они хотели завести четверых малышей и даже придумали для них имена. В результате было решено попробовать искусственное оплодотворение. Джессика и ее возлюбленная обратились в репродуктивный банк. Долгое время девушки изучали обширную базу доноров и в итоге остановились на мужчине с каштановыми волосами, который в своей анкете указал, что для души увлекается литературой и музыкой, но работает при этом таксистом. «Мы много фантазировали о нем, представляя, что наверняка этот талантливый парень во время поездок собирает интересные истории своих клиентов, чтобы потом написать величайший роман Америки», – с улыбкой вспоминает Джессика. Пара почти сразу решила, что вынашивать их первенца будет именно она, потому что работала дома. Так в 2005 году на свет появилась девочка Элис. Малышка была так очаровательна, что влюбленные приняли решение родить еще одного ребенка от того же донора. И спустя полтора года после появления девочки на свет спутница Джессики родила их вторую дочь. Казалось бы, необычной семье только жить да радоваться. Однако через пару лет спутница Шер сказала, что любовь прошла, отношения нужно срочно прекратить. Вскоре она покинула их общий дом и навещала девочек только по выходным дням. Долгие годы Джессика самостоятельно воспитывала девочек, пока ее бывшая партнерша не забрала младшую дочь, лишив женщину возможности с ней общаться. По закону малышка не была ребенком Шер, поэтому она даже не смогла обжаловать сложившуюся ситуацию в суде и смирилась со своим горем. Когда девочке исполнилось 11 лет, она стала проявлять огромный интерес к теме семьи. Она очень любила слушать историю о своих предках, но очень переживала, что ее родословное по отцу – чистый лист. Тогда на один из праздников Алиса попросила подарить ей набор для проведения ДНК-исследования. Через несколько недель после процедуры на почту Джессике пришли результаты тестирования. Я не надеялась, что смогу хоть что-то узнать. Однако первая строка гласила «Арон Лонг, 50% отец», вспоминает Шер. Она долгое время искала потенциального отца своей девочки в соцсетях. Имя оказалось достаточно распространенным. И вот однажды все же нашла его шатена с литературным образованием. И, судя по плейс-листу, на личной странице с безупречным музыкальным вкусом. Найдя в его фотоальбоме снимки Джессики, окончательно убедилась, что это тот самый мужчина, потому что Элис выглядела копией изображенного на них мальчика. Шер написала Лонгу и предложила ему выслать фотографии его дочерей. Они начали много общаться, рассказывая друг другу все больше и больше подробностей о своей жизни. Выяснилось, что несколько лет назад «Арон» даже жил рядом с Джессикой. Кроме того, женщина стала переписываться с биологическим сыном мужчины, Брайсом, который также оказался в базе проведенного теста. Он рассказал о том, что держит связь и с другими братьями и сестрами по крови, и предложил все вместе приехать к «Арону» на выходные. Мужчина очень тепло встретил своих детей и Джессику. В то время она уже не встречалась с женщинами, а состояла в отношении с мужчиной, тоже по имени «Арон», и даже не думала ни о чем, кроме дружбы со своим новым родственником. Попыток завоевать симпатию и доверие Джессике биологический отец не оставлял. И в какой-то момент Шейр задумалась о том, чтобы была не против, чтобы ее дочь жила в полноценной семье с настоящим отцом. Тогда-то Лонг и пригласил Джессику на свидание. Отношения пары развязывались очень стремительно, и всего через пару недель Джессика вместе с Элис переехали в дом Аарона. К ним стали часто приезжать и другие биологические дети Лонга, которым она испытывала по-настоящему материнские чувства. Тем более, что некоторые из них очень были похожи на Элис. Кстати, по мнению Аарона, всего у него могло быть до 67 детей. И знаете, я готова всех их принять, уверяет женщина. Сейчас об Аароне и его многочисленной семье снимается документальный фильм, в котором будет рассказано, почему он решил стать донором спермы и как вышел на контакт со своими детьми. Можно не сомневаться, что и Джессика найдет место в этой истории. Ведь без ее участия невозможно рассказать историю о том, как выбрать в отцы того самого, даже ни разу с ним лично не встретившись. Если вам понравилось, ставьте палец вверх и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!